Трагедия на Старокубанской. С девятого этажа упал ребёнок. Авария с летальным исходом. Как всякая тайная становится явным, так и снятие денег с чужой банковской карты тоже. На телеканале Краснодар программа «Место происшествия» в студии Татьяна Зеленова. Здравствуйте! И в ближайшие пять минут я расскажу вам о самых громких событиях в нашем городе. В минувшие выходные произошла трагедия. Днём 14 ноября по улице Старокубанской с девятого этажа упал ребёнок. Прохожие сообщили, что на вид ему 8-9 лет. На место сразу же вызвали скорую, но спасти мальчика не удалось. По факту гибели ребёнка территориальным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю организована расследственная проверка. Следователям проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение. К сожалению, от несчастных случаев никто не застрахован. А всё, что могут сделать взрослые, это уделять детям больше внимания. От смертельных аварий может уберечь соблюдение правила дорожного движения. Накануне на 14-м километре между посёлками Лорис и Агроном женщина за рулём Фольксвагена Гольф превысила скорость, выехала на обочину и потеряла управление. Машину занесло навстречу, и она влетела в Шевроле Ланос. В результате столкновения автомобиль в Шевроле Ланос изменил направление движения и совершил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris, который двигался за автомобилем Фольксваген. В результате ДТП водитель Шевроле Ланос скончался на месте, а водителя Фольксвагена доставили в больницу. О других дорожных происшествиях в Краснодаре расскажет мой коллега Роман Макропула. Краснодар. Город аккуратных и сдержанных водителей. А главное, что ещё и расчётливых. Например, на Ставропольской белая приора гнала чёрный как ночь Мерседес. Но когда Мерседес встал на светофоре, было принято решение бить всё-таки Калину. Так и спокойнее, и немного дешевле. А на Торбековой Тургенева другая Калина, быстро прикинув стоимость заднего фонаря Соляриса и своего переднего бампера, аккуратно и нежно притёрлась к нему выступающими частями крыла. Борьба тёмного и светлого происходит не только в пивных, но и на дорогах. Например, на Бородинской почтовой чёрная Мазда бессмысленно и беспощадно напала на Киа. И хотела было сбежать, но силы её покинули. Вопросов у водителя Киа было очень много, но мы не будем их вам озвучивать. И не был бы полным наш выпуск, если бы не наши с вами любимые полосы движения. На этот раз хамоватый Мерседес, привычный для них чёрной окраски, попутал берега и рядность движения. Но белый Opel сломить не так просто. Сжав кулаки и сдерживая слёзы, он отстоял своё право и на полосу, и на ряд, и на подбор автоэмали. Нашли банковскую карту и не знаете, как поступить? Верните владельцу или сообщите в банк. Соблазн получить чужие деньги велик, но и последствия ощутимы. В одном из ресторанов в центре города посудомойщица не смогла справиться с искушением. Женщина увидела забытый одним из посетителей конверт с банковской картой и пин-кодом и не растерялась. В ближайшем банкомате она сняла более 125 тысяч рублей, но вот потратить деньги не успела. Мужчине стали приходить сообщения о списании, и он обратился в полицию. 45-летнюю посудомойщицу быстро задержали. Она во всём призналась и написала явку с повинной. Теперь ранее несудимой грозит заключение до шести лет. Напоследок о не менее важном. За 10 месяцев 2020 года сотрудники полиции выявили 8047 случаев нарушения миграционного законодательства. Из них всего 1614 протоколов составили на иностранных граждан и на лиц без гражданства, а больше 3000 нарушений совершили жители России. Общая сумма штрафов за этот год превысила 15 миллионов рублей. Сотрудники полиции выявляют иностранных граждан в период несения своей службы, такие как сотрудники ППС. Участковые полномоченные при проведении подворового обхода выявляют также иностранных граждан, проводят проверку документов, где устанавливают незаконность нахождения, составляют протоколы. Также подобные прецеденты выявляют сотрудники органов внутренних дел, администрации, Центра противодействия экстремизму и Федеральной службы безопасности. Среди самых частых нарушений россиянами – несвоевременная замена паспорта. Для некоторых это незначительно, но наказывают за такое весомым штрафом. На этом всё. Будьте внимательны и осторожны. До встречи на Главном городском. Субтитры подогнал «Симон»!